Добрый вечер всем, зовут меня Валерий. Я попробую сегодня рассказать о нашем небольшом опыте по постановке учета. Чтобы было понятно, кто мы такие, я вот расписал, то есть мы продакшн-компания, нас немного, нас всего порядка 25 человек. Собственно говоря, от чего мы отталкивались? Где-то два года назад мы задумывались, у нас ситуация, вот как у белки в колесе, то есть у нас все заняты, к нам стоит очередь клиентов, мы постоянно что-то делаем, но при этом затянувшиеся проекты сжирают всю прибыль, для того, чтобы доделать какие-то старые проекты, нужно набрать новые, чтобы на прибыль от новых проектов доделать старые, а еще лучше нанять новых людей. В общем, в какой-то момент стало понятно, что это получается процесс ради процесса. Результатов мы не видим. Стали появляться, на мой взгляд, правильные вопросы, то есть вообще правильно заданные вопросы, это ключевая штука, мы не могли найти четкого ответа на вопросы, куда исчезают деньги, потому что первое, что я сделал, это заставил всех проектных менеджеров вести учет прибыльности проектов. У нас через полгода сложилась замечательная картина, все проекты по отдельности прибыльные, кроме одного или двух, но денег опять нет. Стало понятно, что это какая-то тупиковая история. Никто не мог четко ответить на вопрос, когда тот или иной проект будет доделан. Никто четко не мог ответить на вопрос, а какая у нас вообще производственная мощность. Если сейчас всех программистов перекинуть на этот проект, доделаем в этом месяце? И все молчат. Вот тут стало понятно, что что-то надо, собственно говоря, со всем этим делать. Надо как-то это дело посчитать. Но первая проблема, с которой я лично столкнулся, посчитать хорошо, понятно, а что считать? И вот это было отправной точкой, потому что для того, чтобы понять, что считать, я вот с некоторыми пообщался уже в кулуарах, нет универсальной штуки, каждая из руководителей, каждая компания должна себе ответить на вопрос, а к чему мы хотим вообще, говоря, прийти? К каким показателям? То есть давайте остановимся немножко и задумаемся, да, к каким измеримым технологиям смарт, к каким измеримым конкретным, там, достижимым показателям мы хотим прийти. После этого мы стали отталкиваться, то есть мы так более-менее, ну не более-менее, а вполне конкретно описали то, к чему мы хотим прийти, и от этого уже можно отталкиваться. Мы стали задавать себе вопрос, а что для этого нужно сделать? А что для этого, какие требования для этого нужно предъявлять каждому нашему департаменту, каждому нашему звену в производственной цепочке? Исходя из этого, постепенно сформировались определенные показатели, индикаторы, от которых можно было отталкиваться. И мы поняли, что для начала нужно, для того, чтобы что-то контролировать, это что-то нужно начать учитывать. И мы это свели в форму отчетов. Вот о них я сегодня, наверное, попробую рассказать. И мало того, что, естественно, мы свели эту форму отчетов, мы стали достаточно жестко следить за тем, чтобы эти отчеты регулярно собирались. С этим были проблемы, но мы их побороли. Вот если вкратце, собственно говоря, основные вещи, которые мы учитываем, финансы, производство, продажи клиента, основная методология, основной инструментарий, с помощью которого мы это учитываем. То есть в финансах, понятно, это 1С, это таблицы. В производстве у нас RedMine внедрен, программисты у нас больше всех почему-то полюбили. И те же таблицы продажи, нам показался PipeDrive наиболее удобный. Мы его используем. Ну и, собственно говоря, вот попробую сейчас по каждому направлению коротко пробежаться. Что мы, зачем мы следим в финансах? Естественно, отчет о движении денежных средств. Это понятно, но мы его разбили по нашим направлениям, у нас их несколько. Мы отдельно это учитываем по проектам, отдельно учитываем по клиентам. Управленческий отчет о прибылях и убытках. Это довольно важная штука, мы с этим очень долго путались. Я очень рекомендую руководителям почитать о том, что такое управленческий учет, потому что я очень долго путал это с денежным потоком. Я считал, что деньги, приходящие ко мне на счет, это вот уже наш доход. Это нифига не доход. Я сегодня подробно об этом не смогу рассказать, но вкратце это не ваши деньги, пока вы не закрыли это актами. Это важно. Если вы начнете считать именно вот в такой методологии, поверьте мне, все будет гораздо лучше. Естественно, это дебиторка, размер дебиторки. Особенно сейчас это особенно важно. Очень хороший показатель выручка и прибыль убыток на душу населения, как я это называю. Потому что, опять же, можно искусственно себе, так сказать, нарастить показатели, просто наняв пару людей, но при этом вы резко теряете в эффективности. Это хоть какой-то показатель. У нас есть такая штука, как резервный фонд. Она уже, вот мы 16 лет на рынке, да, я считаю, что мы 16 лет только благодаря этому. То есть у нас есть, вот мы для себя используем показатель три месяца. То есть у нас есть денег на то, чтобы три месяца мы могли прожить в режиме ядерной войны. То есть фактически вообще в полном отсутствии платежей. И детский сад совершенно. У нас такая проблема есть. Мы сейчас планируем налоги отчисления. Потому что, ну это ясли, конечно, но такая проблема была. Потому что вроде деньги есть, 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 есть. Потом приходит бухгалтер и говорит, а, конец квартала. Хоп, денег нет. Классно. Соответственно, финансовое планирование. Мы ввели, это было непросто, но добились мы. У нас есть план доходов и расходов на квартал. Для нас этого достаточно пока. У нас есть фонд незапланированных расходов. Это тоже было постоянно каким-то сюрпризом. Но если проанализировать вашу историю, вы поймете, что у вас на самом деле вполне себе фиксированные деньги постоянно уходят незапланированные. Если вы их заложите в бюджет, будет просто проще. Ну, естественно, мы стремимся к профицитному бюджету. Это не всегда получается. Сейчас вот в условиях кризиса особенно важно, мы стали ежемесячно согласовывать в начале месяца с клиентами наши ожидания от них по финансам. Это решает массу проблем, особенно в кризис. У нас есть клиенты, которые там честно говорят, что, ребята, мы в этом месяце не сможем заплатить, мы сможем заплатить в следующем. Но это и нам помогает немножко, так сказать, манипулировать нашими ресурсами. И мы обрели большую стабильность. Но остальное, наверное, не буду комментировать. Это очевидно. Продажи. Ну, здесь, наверное, никаких я особых, так сказать, новинок не расскажу. То есть мы контролируем незакрытые закрытые сделки. Мы стали контролировать стоимость пресейла. И это очень круто поменял наш подход к пресейлу, потому что мы, в принципе, догадывались, что у нас дорогущий. Но когда мы посчитали в деньгах, это очень здорово поменял нашу методологию. У нас появился план продаж. Причем, благодаря учету мы стали понимать, какая у средняя продолжительность сделки в днях, это позволяет прогнозировать уже продажи. Да, конечно, не совсем точно, но чем дольше мы ведем учет, тем точнее становится прогноз. Мы стали считать среднюю продолжительность жизни нашего клиента и то, сколько у нас каждый клиент оставляет. Это тоже очень здорово изменило студию, потому что получился такой ABC-анализ, и мы поняли, что у нас есть буквально семь клиентов, которые формируют нам едва ли не 60, 70, 80 процентов наших доходов. Естественно, с этими клиентами мы работаем очень внимательно и на особых условиях. Что мы контролируем в производстве? Вот это, наверное, наиболее интересная штука. Мы четко следим ежемесячно за, я это называю выпуск продукции, потому что я там в конце покажу книжку, она достаточно сильно на меня влияние оказала, поэтому для меня там студия – это определенный завод, определенные станки, определенная производственная цепочка, поэтому и терминология немножко сбилась в сторону производственной. Меряем выпуск продукции в часах и в деньгах. Теперь получили четкое понимание максимальной мощности, так сказать, всей системы и максимальной мощности отдельных звеньев. Это гораздо точнее позволяет делать оценки. Теперь мы точно знаем, когда мы закончим этот проект, если вот все останется так, как есть. Теперь мы точно знаем, насколько у нас там дополнительный программист увеличит нашу пропускную способность. Это очень многое дало. Мы знаем среднюю стоимость нашего нормочаса. Это хороший показатель, именно индикатор того, насколько эффективно мы работаем. У нас есть такая штука, коэффициент коммерческой загрузки, я чуть позже покажу пример таблички. То есть, естественно, там, например, у нас программист отработал, не знаю, 120 часов, но мы раньше ошибочно полагали, раньше у нас была ошибочная теория. Мы выстроили такую систему рентабельности, что вот каждый специалист в среднем работает 100 часов, значит, час надо продавать за такие-то деньги. На самом деле нифига. Как выяснилось, да, он отработал 120 часов, но к нему там подбежал 20 раз менеджер, озадачил его какую-то внутреннюю административную работу. Из этих 120 часов 60 он потратил на автоматизацию какого-то процесса по заданию директора по производству. Классно. Вот. Но теперь мы это, по крайней мере, видим. А куда ты убежал-то? Я тебя не просил. Взял, сбился. Коэффициент коммерческой загрузки появился. То есть мы теперь четко понимаем, сколько мы работаем за деньги, а сколько мы работаем, так сказать, бесплатно. Появились относительные показатели эффективности руководителей проектов. И появилась очень важная штука. Я ее очень долго добивался. То есть у нас появилась очередь в незавершенное производство. Мы теперь точно знаем, какое количество работ стоит в очереди в каждый отдел. Соответственно, мы примерно знаем, что там программисты у нас загружены на 6 месяцев вперед. Если мы не привлечем новых программистов, в общем, есть определенные проблемы. Ну, вот как пример, цифры нереальные, но я уже один раз похожую историю рассказывал. Тогда вот люди попросили поконкретнее. Вот я попробовал поконкретнее. То есть отчет у нас по специалистам собирается. Вот есть общие часы. Вот как раз эта история. Есть коммерческие часы, есть внутренние работы, то есть это внутренние заказы. И есть то, что мы условно называем убыточные часы. Убыточные – это или проект вышел из бюджета и по сути уже там доделывается за наш счет, или это баги, какие-то такие истории. Мы это меряем в часах, мы это меряем в деньгах, и в итоге у нас получается некий сводный отчет. У нас есть некая нормаль, за которой мы следим и стараемся, чтобы отклонений не было. То есть отчеты хороши тем, я специально красным выделил, то есть четко видно, что мобильный разработчик работает почему-то стопроцентно бесплатно. Сразу рождается вопрос, почему. Выясняется, что у нас там недопроданность в этом отделе, и по сути человек там занимается какими-то промо-проектами. Вот, например, пример очереди. Он очень упрощенный, но, например, это можно делать так. То есть есть какие-то департаменты, есть какие-то проекты. Вы примерно их оценивали, вы примерно знаете профиль этого проекта. То есть сколько там часов программиста, сколько часов дизайнера. Соответственно, вы получаете итоговую очередь в каждый отдел. Вы знаете свою производственную мощность, соответственно, теперь вы можете сопоставить, понять более-менее реальную картину дел. Более того, вот эта штука у нас сильно повлияла на продажников. То есть теперь продажники видят, что, например, у нас производство программиста перегружены, а дизайнеры не догружены. Поэтому если к нам приходит проект с профилем с большим уклоном в дизайн, мы готовы его продать дешевле. Мы готовы даже сделать скидку, потому что нам это выгодно. Это догрузит у нас недогруженный участок, а перегруженный, наоборот, у нас, так сказать, не будет испытывать особой нагрузки. Вот что получилось примерно за полгода. То есть на самом деле, конечно, небольшое лукавство в этих цифрах есть. Лукавство какое? Эффект низкой базы. То есть когда мы посчитали, получилось просто, на самом деле, мы получили кошмарные цифры. То есть я помню отчеты первых месяцев. Это было в прошлом августе. И у нас получилось, что средняя эффективность программиста была порядка трех часов в день. То есть у них выработка была порядка 60, я говорю о коммерческих часах, 60-70 часов в месяц. То есть сейчас мы вышли на показатели 100, 120, 130 часов. Это уже совершенно нормальные цифры. Естественно, поскольку мы стали следить за тем, что нам приносят деньги, выросли и деньги. Меньше стали, так сказать, делать бесплатные работы. И самое главное, что я считаю, что мы получили очень много ответов на вопросы. То есть мы наконец-то начали понимать, как вот эта наша организация работает. Мы получили некую структуру того, как наше производство устроено. Мы посмотрели честно, так сказать, в лицо действительности и стало понятно, какие компоненты надо улучшать. То есть в частности мы поняли, что внутренняя работа это очень-очень дорого. И то, что я приставал ко всем и мечтал написать какую-то большую автоматизированную систему управления предприятием, мне когда посчитали, сколько на это часов надо, я когда понял, сколько это денег стоит, я понял, что, в общем, наверное, пока я табличками продолжу пользоваться, меня это вполне устраивает. И очень важно, что это поменял очень сильно наш подход. Мы поняли, что вот эта история, популярная на нашем рынке с расчетом рентабельности часа, это на самом деле фикция. То есть по большому счету у вас есть система, у вас есть трубопровод, через который протекает определенное количество воды, да, и ваша задача, то есть ваша задача, вашей организации нужно определенное количество денег для жизни, ваша задача – деньги заработать. Вы теперь знаете, какая у вас производственная мощность, какая у вас пропускная способность каждого участка, значит, вы можете регулировать, значит, вы можете управлять. Еще очень один важный эффект, я считаю, он, наверное, один из самых главных, чего удалось добиться, когда люди увидели то, как работает производство, это очень здорово поменяло менталитет людей. Конечно же, до исполнителей, может быть, на исполнителей это не так сильно повлияло, а вот на руководителей это очень здорово повлияло, и вот хороший кейс, то есть, например, буквально на прошлой неделе подошли ребята и говорят, у нас есть идея, как разгрузить программистов. У нас верстка готова забрать на себя часть работы по фронтенду на тех или иных условиях. Мы сейчас пробуем на одном проекте, если у нас это пойдет, мы это внедрим уже, если это изменит наши показатели в лучшую сторону, мы внедрим это на всю компанию. Я обещал книги. Вот, собственно говоря, книги начинал я с метода тыквы, он заставил меня здорово призадуматься о том, все ли в порядке. Есть классик теории ограничений Ильяху Голдрад. Я написал книжку цель, но у него этих книжек порядка штук шести. Попробуйте их читать по порядку, скорее всего на второй или третий, вам станет более-менее уже все понятно и весь цикл вам не потребуется. Вообще меня на все это вдохновил на самом деле Сергей Рыжиков, я его не вижу, который на одну из предыдущих конференций пригласил ребят из Ноты Медиа, Сашу Макарчука и Сергея Селетько, они сегодня, по-моему, будут экспертами на диване. У них есть очень сильный доклад, посмотрите. И Андрей Терехов свел очень здорово все показатели эффективности студии в своей работе. Тоже очень рекомендую посмотреть. Вот, наверное, вкратце все, что я хотел рассказать. Спасибо. Анастасия Перубит. Такой вопрос. Скажите, пожалуйста, каким образом вы контролируете оперативно загрузку текущую своих ресурсов? То есть, к примеру, у вас есть программисты, у вас есть дизайнеры, у вас есть стальчики, вы говорите, что вы смотрите сфотку за полгода, но каким образом вы рассчитываете прямо оперативно текущую загрузку? Может быть, где-то это у вас в системе отражается, может быть, где-то вы как-то автоматизировали это. Просто такой интересный момент. Итогу можно посмотреть, а вот оперативно приходит новый проект, нужно же понимать, сможем мы его взять или не сможем его взять. Как вы решаете эту проблему? Наверное, меня неправильно услышали, потому что на самом деле у нас контроль загрузки идет еженедельный. То есть, у нас есть такая должность трафик менеджер. Этот человек в конце каждой недели решает, чем будет заниматься каждый специалист всю следующую неделю. И в конце каждой недели нам сдают отчеты по каждому из проектов. То есть, каждую неделю мы это корректируем и каждую неделю раз в неделю мы актуализируем эти вещи. А если этот трафик менеджер ошибается, то кто несет ответственность? В чем ошибается? Он просто распределяет ресурсы. Он просто распределяет ресурсы. Ошибаться могут, допустим, там тимлиды в оценке задач. Но опять же, у нас есть общий бюджет проекта, пока люди там в бюджете в нужных показателях, проблем нет. Вот если они выходят за эти показатели, то появляются вопросы к руководителю проекта, к тимлиду, который оценку делал и так далее. Начинаем разбираться. Хорошо, и сразу же следующий тогда вопрос. Вот, к примеру, ваш менеджер, он говорит, что у нас нет ресурсов под текущий проект, который новый зашел, к примеру. В таком случае, как вы поступаете? Вы добираете персонал? Ну это, я думаю, проблема всего рынка. То есть у нас сейчас, например, я думаю, что у всех вас, у многих из вас есть такая проблема. У нас заказов больше, чем мы можем сделать. Есть два приема. Одни заказы мы ставим в очередь, и люди соглашаются на это. Но, естественно, мы постоянно пытаемся расширить наши мощности. Валер, вопрос, наверное, немножко не про учет, а прозвучала такая штука, появился план продаж. Вот план продаж, он в чем выражается? И, собственно говоря, написал ты план продаж, дальше что обычно происходит? При всем, при том, что у тебя программисты на 6 месяцев вперед уже как бы обеспечены. Я понимаю, что длинные проекты, но вот что такое план в твоем понимании продаж и к чему он приводит дальше? План на то и план, чтобы его выполнять. А план продаж очень простой, то есть время от времени у нас, ну не время от времени, это постоянная работа, она не еженедельная, мы ее примерно раз в 2-3 недели проводим, где директор по производству с продажниками, с нашими смотрит, что вот еще раз говорю, что у нас перегружены программисты, да? И он говорит, ребята, постарайтесь больше продавать там проектов с меньшей нагрузкой на программистов, да? Плюс у нас есть план продаж в денежном выражении, то есть мы знаем, что нам нужно продавать вот минимально на такую сумму в месяц и так далее. Ответил нет? Александр, компания Webbrower. Вопрос, то есть у вас какой горизонт планирования по нагрузке по вот клиентам величина этого стека? То есть полгода, две недели, месяц? Про очередь вы имеете ввиду. Очередь мы меряем всю, то есть на самом деле вот сейчас, например, получается, то есть нельзя сказать горизонт, вот пришел проект, он уже декомпозирован, то есть мы профиль его знаем, что там примерно там 300 часов программирования, 100 часов дизайна. Все, мы его в очередь добавили, то есть он нам увеличил очередь, мы видим, что к программистам там 1800 часов уже стоит. А дальше все зависит от пропускной способности, да? То есть если там условно говоря, там у нас мощности там 500 часов в месяц, ну соответственно получается эта очередь на примерно 4 месяца, да? Если мы добавим мощностей, то получается горизонт планирования, то есть очередь уменьшится. Понимаете? Ну вот сейчас получается, нет, ну как, я говорю еще раз, проект пришел, мы его сразу поставили. То есть у нас горизонт планирования, это все проекты на сегодняшний день стоящие в работе. Вот на сегодняшний день там загрузка по ряду направлении 6 месяцев. План с фактом всегда не совпадает. Вот, но в чем прелесть учета, да, и планирование, и ведение фактического учета в том, что это как вот приборная панель у автомобиля. Вы по крайней мере понимаете, что вы едете со скоростью 220, а дальше уже ваша ответственность. Вопрос такой. Вы говорили о том, что у вас финансовая там подушка безопасности 3 месяца, да, то есть куча компаний, у которых эти финансовые подушки нет, как вообще к ней подступиться? То есть это какое-то разовое мероприятие, что мы эти деньги вот разово вывели из оборота, положили, индексируем, да, периодически их дополняем, либо это планомерное, что мы от каждого там прихода, проекта какой-то процент вынимаем, и, соответственно, они у нас лежат, мы их знаем, но мы их периодически там в них залезаем и вылезаем оттуда. Как у вас это построилось? Все получилось очень просто, да, то есть в какой-то момент стало понятно, что, то есть через это проходит каждая компания, у нас были вот эти вот операционные разрывы, кассовые разрывы, да, тогда стало понятно, что надо накопить определенную как бы сумму на счету, чтобы жить спокойно. Сейчас мы просто за этим следим, то есть вот мы опытным путем поняли, что для нас это 3 месяца, соответственно, мы договорились, что мы дивиденды не выплачиваем, пока эта сумма не будет накоплена. Мы ее накопили и все, вот все, что сверху приходит, мы уже решаем, мы выплачиваем дивиденды, мы выплачиваем премии какие-то или нет. Естественно, компания растет, поскольку мы постоянно следим за собственными финансами, мы понимаем, что подушку надо нарастить немножко, да, вот так следим примерно. Валер, на одном из слайдов у тебя было написано, что производительность сотрудника не важна там, где ничего себе, да, важна производительность всей системы. Я хотел бы спросить, что ты имел в виду, потому что, ну, все-таки от специалиста важна, ну, производитель специалиста важна, на мой взгляд. Из нее складывается, да, вся мощность системы? Безусловно, но вот как раз у меня недавно был хороший разговор, ко мне подходит человек и говорит, слушай, я хочу там зарабатывать больше, я готов там фигачить по ночам в два раза больше. Вот еще два года назад я бы сказал, да, круто, давай, я тебе буду сверхурочные платить, давай, ты будешь фигачить два раза больше. Но он у меня не на узком звене. То есть, на самом деле, получается, если он мне сейчас, ну, например, пусть это будет дизайнер. Если мне дизайнер нарисует два раза больше макетов, а программисты текущий этот объем не могут переварить, то прок у меня с этих дополнительных макетов. Он их просто перерисует и будет сидеть без дела, потому что новых программистов пока не нарисовывается, да, то есть программисты у меня являются ограничивающим узким звеном, да, то есть это вот то самое бутылочное горлышко. Поэтому, безусловно, эффективность каждого человека важна, но еще важнее четко понимать, где твое бутылочное горлышко. Вы говорите, да, что на шесть месяцев вперед все забито. Так, узкая горлышко в программисты. Так, дизайнер валит там на два месяца вперед, там он сидит без работы. В чем проблема нанять еще программисты? Ну, я, наверное… Вы не хотите больше зарабатывать? Нет, мы хотим больше зарабатывать, но мы специализируемся на технически сложных проектах. Если у вас нет проблем с наймом программистов, я очень за вас рад. Нет, я не об этом. Просто интересует вот именно вот. Две строчки. Еще раз, не понял. Ну, просто интересует. Почему не сделать из этого больше денег? Нет, мы стараемся делать больше, мы стараемся нанимать больше людей, мы стараемся догружать вот эти узкие звенья. Это все делается. Безусловно, эффективность отдельных людей важна. Но еще раз говорю, раньше у нас было ошибочное мнение, что, так сказать, чем больше проектов, тем лучше. Это не всегда так. Нужно четко понимать профиль проектов, нужно четко понимать, так сказать, что ты сейчас можешь, что ты сейчас не можешь. Дмитрий вопрос. Мы, на самом деле, такими же исследованиями и, соответственно, управлением таким же занимаемся, наверное, года два последних. И вот есть вопрос качества данных, да, вот, которые являются, ну, то есть, сколько человек потратил на исправление багов, сколько на то, на все. Как мотивируете людей на то, чтобы эти данные были объективны и, ну, то есть, чтобы это не было фикцией. Наш опыт, программисты, например, ну, они далеко от этого всего, у них задача код писать и очень халатно относятся к наполнению этих данных. И мы поняли в какой-то момент, что часть из этих данных и вот эта вся статистика, она такая очень-очень опосредованная. И понимаем, что, наверное, без мотивации мы качество данных не улучшим. У вас, вы как это решили? Просто мотивацией или там наказаниями? Не знаю, как. На самом деле, порой, порой, естественно, мы старались объяснять. Люди не будут ничего делать, если они не понимают, как бы, цели этого, а еще лучше, да, какой-то своей выгоды. Такая проблема была. Доходило до смешного. У нас есть человек, который отвечает за сбор таких отчетов. И он у нас в битрексе 24 время от времени просто скриншоты такие публиковал, где у человека нолик, там обведено красным, такая доска позора была. Вот. То есть самыми разными методами, кнутом и пряникам, объяснениями постепенно люди привыкали, что вот эта система работает. По поводу качества данных, чем больше объем данных вы будете накапливать, во-первых, тем быстрее будут видны вот эти экстремумы. То есть на самом деле видно, что в среднем температура по больнице такая-то, если один программист начинает давать искаженные данные, их очень быстро видно. Во-вторых, у нас у программистов есть технический директор, который, в отличие от меня, способен четко оценить то, насколько данные качественные. Конечно, там какая-то погрешность есть, но она не критичная, на мой взгляд. Валер, вопрос здесь. По дибиторке хотел бы спросить, а насколько сейчас она у вас большая, ну в разрезе месячных оборотов, и как кроме ежедневного капания на мозге вы с ней боретесь? Спасибо. Это же все вот сейчас транслируется, да? И записывается. Потом просматриваться на ютубе будет очень много раз. Я понял. Скажу тогда, наверное, без конкретных цифр. Дибиторка это сейчас наша основная проблема. Вот в условиях кризиса у нас нет проблем с продажами, но у нас колоссальная проблема с неплатежами. Это порой действительно очень крупные, даже очень крупные компании, у них сейчас возникают проблемы. Во-первых, как я и сказал, мы разговариваем с клиентами, мы согласуем с клиентами. Во-вторых, у нас есть предел по дибиторке для каждого клиента, он там разный, который мы готовы терпеть. Соответственно, дальше, если этот вот лимит доверия, так сказать, накапливается, постепенно вентиль начинаем закручивать. Вплоть до того, что мы прекращаем сперва полностью работы по проекту, после этого уже начинаем наращивать давление, можем применить какие-то санкции, вплоть до того, что там до судебно-исковые заявления. То есть потихонечку работаем с этим. Пока объем довольно большой, скажу честно. Проблема есть такая. Валерий, вопрос еще один. Спасибо за экскурс. Вопрос такой, ну, наверное, два их. По поводу продолжения предыдущего оратора. Хотел бы узнать, данные вы откуда берете, из Redmine или их кто-то собирает ручками, как-то там по отчетам, по анкетам и так далее, да? И второй вопрос. Это вот тот стэк задачи проектов, который у вас идет в накоплении. Договорные отношения у вас есть какие-то сроки, оговоренные с клиентом, когда вы обязаны начать работу по проекту? Там пять дней, десять дней рабочих. Это обязательно вещь, которая при контрактации проходит. Вы не можете, например, заключить договор, да, и начать через месяц. Спасибо. Значит, первый вопрос забыл. Да, понял, спасибо. Значит, по поводу договора все очень просто, наверное, очень быстро и коротко отвечу. У нас разбиты на этапы, каждый этап у нас авансируется со стороны заказчика, и у нас есть обязательство начать работу не позднее такого-то срока с момента авансирования первого этапа. Значит, по поводу второго, у нас основа это Redmine, нам не хватает его функциональности, его можно допилить так, чтобы отчеты все собирались вручную, но вот я именно об этом и разговаривал, то есть пока и говорил, пока система полуавтоматическая. Основные данные дает Redmine, дальше в течение, сейчас мы на это тратим примерно, наверное, часа два-три каждый месяц. Дальше ребята это собирают в нужной нам таблице практически вручную. Мы уже понимаем, как это автоматизировать, сейчас решаем вопрос, стоит ли авчинка выделки. Спасибо. Мы закончим с вопросами. Спасибо большое за выступление. Спасибо. 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 Спасибо.